Всем привет! Сегодня 13 марта, Московская область. Я пересаживаю лаванду из общей плошки по отдельным стаканчикам. Но хотела еще показать лаванду первого посева. Сеяла 2 февраля. Это такой сорт, как Монстин Стрейн. Здесь было 7 семян, но я 7 семян не считаю, она была половинкой. Поэтому из 6 семян у меня взошло 3. Очень красивые цветочки, лавандово-голубые. Очень мне захотелось такой цвет. Вот так она выглядит. Я уже сказала, что сеяла 2 февраля, а пересадила я 23 февраля ее уже по отдельным стаканчикам. Вот такой аккуратный кустик. Я его не прищипывала, вот растет как есть. Вот такой красивый. И также я 2 числа еще посеяла лаванду английскую, вот такую. С ней вообще история произошла. Когда я открыла этот пакетик, то семена там были крупные и ровно округлые. Ровные круглые семена. Вообще у лаванды классической я всегда сеяла. Они были длинненькие, продолговатые, коричневого цвета. Вот эти я еще усомнилась. Думаю, так интересно. Семена и круглые. И выросло у меня вот такое растение. Вот скажите, разве это лаванда? Когда появились только семидольные листы, они вот они. Они были в виде сердца, сердцевидные. И тогда уже я усомнилась окончательно, что это не лаванда. Листы, посмотрите, они круглые, рифленые. С хорошо вырыженными жилками. Из пакета у меня взошло 4 растения. Из них 2 уже у меня благополучно погибли. Очень капризно. Это точно не лаванда. Начинают вот так желтеть листья. Я не знаю даже от чего. И потихоньку усыхать, и пропадает растение. Я уже и подкармливаю, и поливаю, и брызгаю. И все равно растение очень капризное. Почему я решила, что это еще не лаванда? Потому что если тронуть листы, то они не пахнут вообще. То есть здесь тронешь, запах стоит на полкомнаты от такой маленькой крошки. А здесь вообще ничем не пахнет. Так что вот осталось 2 растения. Конечно, я не знаю, есть смысл за ним здесь так трепетно мне ухаживать. Но очень хочется посмотреть, что же по итогу-то вырастет. Вот осталось 2 стаканчика. Дальше я еще посеяла лаванду голубой простор. Очень мне понравились цветы. Они, знаете, не такого классического цвета лавандового, да? А именно голубые. Очень красиво. Посеяла я 8 марта. И уже 11 числа у меня проклянулся первый росток. Я уже смотрю, что семена уже стали набухать. То есть проклевываться. Именно проклев уже. Эти семена, в отличие от первого посева, я на стратификацию не ставила. Просто купила пакетик, разложила поверхностно и поставила под лампы. Все. Я это к чему говорю, что если семена хорошего качества и они свежие, то они сходят просто на ура. Еще один посев я уже сделала 17 февраля. Вот такая обычная классическая лаванда. Вот как раз ее сегодня я и буду рассаживать по отдельным стаканчикам. Очень хорошо она взошла. Она до сих пор сходит. Я почему ее до сих пор не пересадила? Потому что только соберусь, а она все вылазит и вылазит. Видите, здесь вот сколько еще маленьких росточков. То есть есть растения, которые уже взошли самые первые. Они уже имеют по 6 настоящих листьев. Это самые первые сходы. И есть, которые вот-вот только начали здесь мелкотня всходить. В сходе даже вот здесь, где семя упала, даже здесь всходы есть. Отличные семена. Сразу видно, что свежие. Их, между прочим, я тоже на стратификацию не ставила. Можно было бы подождать с пересадкой, чтобы вот эта вся мелкотня набрала 1-2 настоящих листа. Но уже нет времени, потому что этот посев я делаю под заказ. Меня попросили вырастить лаванду-рассаду. И осталось 1,5-2 месяца. И мне нужно, чтобы лаванда нарастила хорошие и корни, и листовую массу. Поэтому здесь она развиваться будет в любом случае плохо. А вот уже в отдельной емкости все будет отлично. Поэтому сегодня этим я и буду заниматься. Рассаживать буду вот в такие стаканчики. Подписала. Заполнила землей. Земля здесь моя, приготовленная с осени. Сделала углубление. Пролила накануне раствором фитоспорина. Емкость, где сидит у меня лаванда, я проливала вчера. Сейчас с легким движением все отсюда вытаскиваем. Аккуратно разделяю ростки. Даже трогая такие маленькие сеянцы, чувствуется запах лаванды. Я никогда лаванду не пересаживаю, то есть не пикирую, когда она маленькая, допустим, в семидолях. Этого никогда не делаю. Лаванда спокойная и очень хорошо переносит пересадку уже с настоящими листьями. Вот такие у нее уже корешки. У меня в этом году я свой сезон назову лавандовый, потому что я столько лаванды никогда не сеяла. Вот у меня вот эта лаванда еще, представляете, вот здесь еще лаванда, которую я 8 марта посеяла. Ну, эту я уже для себя посеяла, конечно. Лаванду я разложила. И теперь беру за семидольные корни аккуратно опускаю в углубление и слегка заглубляю лаванду. Она этого не боится, поэтому... Хотя она у меня не вытянулась, так как она у меня стояла под лампами. И с помощью палочки я помогаю заглублять. Смотрите, какие уже хорошие корни у лаванды. Поэтому делаю поглубже отверстие. И заправляю туда корни. И возле стебелька слегка приминаю землю, чтобы растение четко стояло. Когда я ее рассадила, хочу показать, каким образом я ее углубляю. Видите? Вот нижние семидольные листики это и по самой семидольке. Почему заглубляю? Потому что растения у меня не вытягиваются. Они у меня находятся под лампами. И сейчас вам покажу уже на большом растении, чтобы было наглядно видно, что вот как я ее посадила, лаванду, как заглубила, так она у меня и растет. И у меня не будет возможности, если что, подсыпать земли. Потому что, смотрите, листья и вот стебли, они очень и очень низко растут к земле. И подсыпка здесь просто невозможна. Поэтому я сразу сажаю растения с заглублением. Вот так. Здесь хорошо видно. Здесь даже непонятно, где растут семидольные листья. Потому что очень и очень близко к земле прижаты листья. Это у меня только часть лаванды. Остались, видите, еще остатки роскоши. Жалко выбросить до ужаса. Просто жалко. Поэтому от своей жадности я их просто сейчас, вот как они есть, по три штучки прям пучком возьму, посажу в плошку и пускай они растут. Но ничего не могу поделать. Жалко мне выбросить. И так как я пересадкой занимаюсь вечером, поэтому не притенять ничего я не буду. Сразу выставляю на подоконник, под лампы. И такую маленькую рассаду я, конечно же, еще ничем не подкармливаю. Даже уже вот такие взрослые кусты лаванды я ничем не подкармливала. Единственное, вот подкармливала это вот эту лаванду в кавычках. Но это от того, что она вот у меня такая чахлая. Все. А у меня на сегодня все. Выращивайте такое замечательное многолетнее растение, как лаванда. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока.